Продолжаем выпуск. Глава правительства Кыргызстана провел очередные переговоры с руководством компании Центера. Но пока стороны ни на шаг не приблизились к взаимоприемлемому решению вопроса по кумтору. В дальнейшем встречи будут проходить на экспертном уровне. Тем временем проект республиканского бюджета на следующий год, который рассматривали депутаты парламента, ясно дает понять, компромисс с канадской стороной Кыргызстану необходим. Доходы от кумтора уже заложены на 2014 год и в случае динансации или национализации соглашения с Центерой восполнить государственную казну будет очень непросто. В продолжении темы репортаж моих коллег. Изготовить и подогнать по шаблону любой необходимый инструмент здесь не проблема. На семинах и в многочисленных ящиках десятки, если не сотни различных деталей и заготовок. Новичку сразу не разобраться. Сеть козы Байделиев на кумторе работает далеко не первый год, а в своей профессии и того. Но в последнее время здесь на высоте 4000 метров работники все чаще задумываются о событиях, происходящих внизу. Я за то, чтобы работа на кумторе не прекращалась. За счет кумтора Кыргызстан и многие люди, которые здесь работают, живут хорошо. Но я против тех, кто этого не понимает и выходит на митинги. Я бы хотел, чтобы те люди, которые митингуют, понимали, что за счет этого предприятия многие люди кормят свои семьи. Поэтому работа должна продолжаться, а кумтор не должен закрываться. Тогда в Кыргызстане все будет хорошо. Помимо тех, кто работает непосредственно в штате компании Кумтор, на руднике трудится еще несколько сотен человек. Рабочие подрядных организаций. Начиная от поставок продукции до выполнения различных технических операций. Все же в смежных отраслях задействовано более 7 тысяч человек. Офис одной из компаний, которая сотрудничает с Кумтором на протяжении 17 лет, находится в Бишкеке. Правда, в этом небольшом здании только офисный персонал. Основная база на Иссыкуле. Здесь у нас в городе мало работ. В основном все работы у нас в Кумторе. Вот у нас где-то 90% работников – это все люди, которые живут на Иссыкуле, то есть Иссыкульской области. Из них коренное население, которое мы воспитали, это 95% нашей компании работает. И я боюсь, что если Кумтор не будет работать, это очень здорово ударит по нашим сотрудникам. А это около 400 человек, которые на руднике делают сварочные, монтажные работы, занятые техобслуживанием. Большинство – жители южного побережья Иссыкуля. Зарплаты у подрядных работников не такие, как у сотрудников Кумтора. Но бюджет семьи все равно пополняется ощутимо. Люди, которые работают по 15 дней у нас вахта там, в среднем где-то у них выходит около 30 тысяч сомов. Помимо этого же идет бесплатная доставка, бесплатное проживание. Это тоже на питание они не тратятся. Тоже в бюджете семьи остаются эти деньги. Затянувшиеся переговоры с Сентерой и митинговые страсти вокруг рудника тревожат подрядные организации. К слову, на рудник различные товары поставляют более 600 предприятий фирм Кыргызстана. Золотодобывающая компания – фактически единственное масштабное производство в стране и единственный крупный заказчик для бизнеса. По официальным данным, во всей промышленности страны доля Кумтора 25%. А в общем объеме экспорта зарубежный инвестор занимает 50%. Не обязательно быть экспертом, чтобы понять, насколько серьезно влияет эта одна компания на экономику всего Кыргызстана. Доходные части бюджета, вот как уже мы знаем, цифра составляет где-то в районе 15% всей доходной части. Конечно, от того, как стабильно будут деньги от Кумтора поступать, зависит это наши социальные все проекты, выплата пенсии, пособия, заработные платы, бюджетные сферы и так далее. Прежде всего, это понимают в Министерстве финансов. Глава ведомства уже заявила, что в случае национализации Кумтора или денонсации соглашения необходимо будет искать дополнительные средства. По предварительным расчетам, дыра в госказне образуется на внушительную сумму – на 8 миллиардов сомов. Особенно актуальна эта цифра звучит в свете заложенного в бюджет страны 7-миллиардного дефицита в следующем 2014 году. И это без счета возможных многомиллионных судебных издержек в случае арбитража с иностранным инвестором.